Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной. Сегодня у нас в гостях молодой литератор Владислав Ваняков. Владислав – участник Всероссийского совещания молодых литераторов, которое проходило в Ульяновске и называлось «На родине Кончарова». Владислав – автор публикаций в журналах «Веретено», «Причал» и в журнале «Симбирск». Недавно у Владислава Ванякова вышла книга стихов «Тайник сознания». А сейчас предоставляю слово молодому автору Владиславу Ванякову. Добрый день, меня зовут Владислав Ваняков. Я поэт, член Совета молодых литераторов Ульяновской области. Сегодня я расскажу немного о себе, о своем творческом пути и прочитаю несколько своих стихотворений. Начать я хотел бы с одного моего стихотворения. Пахнет свежескошенной травой, и шумят зеленые деревья. Мне бы прочь от жизни городской, я скучаю по тебе, деревня. Но прошлой ночью грянул гром, ливень промочил мой душный город. Мне приснился деревенский дом, будто бы я снова свеж и молод. Будто бы и не было проблем городского бешеного быта. Не было всех тех ненужных тем, городская суета забыта. Только просыпаюсь поутру, собираюсь снова на работу. Лишь глаза я сонные протру, подавляя вялость и зевоту. А теперь расскажу немного о себе. Родился я в 1981 году в селе Нижняя Кушка Новомалаклинского района Ульяновской области. Первые несколько лет своей жизни я прожил в деревне, а потом вместе со своей семьей переехал в город Ульяновск. Здесь я и живу все это время. Учился я в Ульяновском государственном университете. Окончил его по специальности педагог-квалиолог. Это было в 2004 году. С тех пор я работаю по разным специальностям, по разным профессиям. Ну и пишу стихи. Расскажу немного о своем творчестве и творческом пути. Первые свои стихи я написал еще в детском возрасте. Точно не помню, сколько мне было лет, но я учился в начальных классах. Это были такие зарисовки на тему природы. Где-то я писал на праздничные темы, на тему каких-либо праздников. И один случай оказал такое серьезное влияние на то, что я увлекся поэзией и начал писать стихи. Когда мы однажды с родителями ехали в деревню на поезде, вместе с нами в поезде ехал один человек. Когда он узнал, что я пишу стихи, он начал со мной играть в игру, известную как Буриме. И так в течение всей дороги мы с ним по очереди сочиняли четверостища на заданную тему. Так у нас и прошла вся дорога. Потом я узнал, что этого человека зовут Василий Коробков. И он наш известный ульяновский литератор. К сожалению, его уже несколько лет нет с нами, но память о нем жива. Всерьез я начал писать стихи уже где-то в возрасте 16 лет, когда заканчивал школу. Поначалу это были какие-то корявые зарисовки. Ну а потом у меня уже начало что-то получаться. Начали получаться какие-то цельные произведения, которые я мог показать своим близким, своим друзьям. Но тогда я еще не публиковался нигде. У меня даже и не было еще таких мыслей в то время. Я просто писал для себя, чтобы выразить свои эмоции, свои переживания. И так продолжал где-то в течение пяти лет до 2003 года. Этот период совпал с годами моего обучения в университете. И в 2003 году как-то внезапно я перестал писать стихи. Почему так получилось, точно не могу сказать. Но, видимо, что-то я потерял в тот момент. Утратил какую-то внутреннюю искру, которая позволяла мне творить. И в течение последующих пяти лет я практически ничего не написал. Но однажды один случай помог мне снова ощутить себя к творчеству и вернуться в поэзию. В 2008 году летом я поехал на фестиваль авторской песни имени Грушина, который проходит в Самарской области. И там окунулся в незабываемую атмосферу единения природы и творчества. Такого чувства у меня не было уже давно, со времен моих студенческих походов или со времен моего путешествия на Урал. И проникнув в эту атмосферу, я снова почувствовал тягу к творчеству. И мне захотелось писать стихи. И вот так потихоньку стихотворение за стихотворением я возвращался в поэзию. И с тех пор так и пишу, не переставая. Стараюсь развиваться, открывать для себя что-то новое и отражать это в своих произведениях. Ну и хотел бы, наверное, прочитать в связи с этим еще одно свое стихотворение, которое отражает именно это состояние. Давно уже не брал гитару в руки, В чехле она без дела заскучала. Уже не те, что прежде были звуки, И нервная струна задребезжала. Но все же что-то в сердце всколыхнулось, Зашевелилась, стала бить крылами. И песня позабытая проснулась И понеслась, играя голосами. Теперь хочу упомянуть тех людей, которые оказали на меня огромное влияние на моем творческом пути. Этих людей на самом деле немало, и они все оказали на меня большое влияние. Ну, во-первых, хочу упомянуть литературную студию «Восьмерка» и руководителя этой студии Сергея Гогина. На начальном этапе мои посещения этой студии и обсуждение литературы оказало на меня большое влияние и в последующем помогло повысить планку и совершенствовать свои произведения. Ну, отдельно хотелось бы сказать огромные слова благодарности в адрес Ларисы Михайловны Безденежных. Очень трудно оценить тот вклад, который она делает в развитии нашей литературы, литературы нашего края, нашей области. Лариса Михайловна с сокромным трепетом относится ко всем молодым авторам, которые только начинают писать, еще не так известны широкой публике, широкому слушателю, широкому зрителю. И она всегда хорошо принимает новых людей, которые хотят показать свое творчество. И сайт «Первая роса» и конкурс «Первая роса» идейным вдохновителям, которых она является, дают дорогу молодым. И уже много молодых авторов благодаря сайту «Первая роса» и конкурсу «Первая роса» получили дорогу в жизнь и стали известными авторами в нашей области, да и, в принципе, по всей стране и даже в ближнем зарубежье. Это, что касается сайта «Первая роса» и конкурса «Первая роса». О чем бы еще хотелось упомянуть? Вот. Ну, также мне хотелось бы упомянуть об Александре Дмитриеве Челайкове. К сожалению, в прошлом году он ушел от нас. Вот. Но на самом деле этот человек, этот поэт, писатель, журналист был большим другом ульянской молодежи, пишущей молодежи и всегда с радостью принимал новых людей, читал их произведения, давал какие-то дружеские советы, наставления, тем самым помогая находить что-то в своих произведениях, совершенствовать это и писать новые стихи, уже повышая свою планку, повышая свое творческое мастерство. К сожалению, Александр Дмитриевич ушел от нас, и нам его очень сильно не хватает. В прошлом году, после его ухода, я написал стихотворение, которое посвятил ему, и сейчас хочу его прочитать. Сжигает осень все дотла Горящим знаменем заката Пылит по городу метла Миную точку невозврата И уплывают корабли На небо След за облаками Прочь от заснеженной земли Играя в небе Парусами Оставив нас наедине С обледенелыми мечтами Тоскою О прошедшем дне Благодарными стихами Это стихотворение Вошло В литературный журнал Симбирск В прошлом году Вышел итоговый номер Этого журнала Перед Новым годом Это стихотворение Вошло В этот номер Также Несколько моих стихов Были опубликованы В других номерах Литературного журнала Симбирск За что я выражаю Огромную благодарность К главному редактору Журнала Елене Викторовне Кувшинниковой Также Елена Викторовна Сыграла В моем творчестве Важную роль Когда В нашем городе Проходил Семинар В рамках Всероссийского Совещания Молодых литераторов На родине Гончарова В этом семинаре Я принимал участие И Елена Викторовна Выступала в роли Мастера Вместе с Аниной Александровной Ягодинцевой И тогда Был проведен Был проведен Очень серьезный Анализ Моих стихотворений Анализ Довольно-таки Жесткий Но Он Позволил Мне Открыть глаза На некоторые вещи Которых я до этого Не замечал И тем самым Позволил мне Совершенствовать Своё творческое Мастерство Спасибо Елене Викторовне За этот анализ О ком бы еще Хотел вспомянуть Ну конечно же Это Александр Дашко Мария Богдан Сергей Николаев Молодые литераторы Вместе с которыми Я Вхожу В состав Совета Молодых литераторов Ульяновской области С Александром И Марией Я познакомился Пять лет назад В 2017 Году На подведении Итогов Конкурса Первая Роса Ну и С тех пор Мы стали Настоящими Единомышленниками Коллегами Собратьями По Перу И В том же году Был Основан То есть Было основано Ульяновское отделение Совета Молодых литераторов Ульяновской области И За эти Пять лет Нами Было проведено Очень много Мероприятий Мы участвовали В различных Конкурсах Выступали На различных Площадках Публиковались В различных Изданиях Литературных И было Проведено Очень много Работы Отдельно Хотелось бы Выделить Выпуск Сборника Новый венец Который вышел В 2018 В 2018 Туда Вошли Произведения Большого Количества Наших Молодых Ульянских Литераторов С города Ульянска С Демитровграда И Со всей Области И это На самом деле Очень важное событие Для нашего города также мои стихи вошли в этот сборник вот тогда же в 2018 году я спустя долгое время наконец-то выпустил свой сборник свой авторский сборник вот он у меня в руках это сборник тайник сознания сюда вошли стихи написанные мной за 20 лет я выбрал те стихи которые посчитал отражать наиболее подходящими и которые отражают тот путь который я проделал за эти 20 лет и включил их в этот сборник на самом деле это очень важное событие для меня потому что я течение 20 лет писал и нигде не публиковался не выпускал своих сборников и поэтому это очень для меня серьезное событие моей жизни вот чтобы еще хотелось сказать также вместе с моими коллегами из совета молодых литераторов мы приняли участие в акции поддержку врачей во время пандемии коронавируса мы все вместе собрались и решили написать стихи в поддержку врачей наши друзья из творческого объединения ежики-художники нарисовали рисунки и все это воплотилось вот таких открытках вот они здесь у нас представлены то есть здесь рисунки от творческого объединения ежики-художники азади стихи наших авторов и сейчас я прочитаю стихотворение который я написал болезнь в пораженном мире подобно пламени свечи дающие тусклый свет в квартире надежду дарят нам врачи есть блогеры чьи фразы остры а репортажи горячи но помогают нам медсестры надежду дарят нам врачи они как древние герои вязавшиеся в дикий путь в эпоху общей паранойи ушли в работу с головой не ради денег и наживы не ради славы и молвы а чтобы люди были живы и чтобы были счастливы вот такое стихотворение я написал в поддержку врачей и соответственно оно нашло отражение в открытке эти открытки были выпущены ко дню медицинского работника и были подарены нашим медикам которые работали день и ночь в те сложные дни ну еще отдельно хочется сказать о конкурсе волшки благовест это молодой конкурс который появился два года назад прошлом году он был проведен в первый раз и вот в этом году его провели уже во второй раз и надеюсь этот конкурс станет регулярным это православный литературный конкурс межрегиональный где принимает участие авторы из различных регионов по волшке и на самом деле количество участников растет и мы надеемся что с каждым годом участников будет все больше и больше вот отдельное спасибо за организацию конкурса хочет сказать сергею николаеву который является членом совета молодых литераторов и руководителем молодежи отделения при симбирской епархии прошлом году я стал лауреатом конкурса волшки благовест это тоже очень важно для меня события а сейчас наверное я хочу прочитать несколько своих стихов начну стихотворение посвященного деревне так как я родился в деревне и большая часть моей жизни связана именно с деревней многие мои стихи посвящены на деревенской жизни деревенскому быту и сейчас я прочту одно из этих стихотворений зима нынче выдалась снежная морозными днями богатая вокруг тишина безмятежная деревня вся снегом объятые на крышах домов шапки нежные вот мне бы на санках до сгорочки вернуться в те годы безбрежные эх шишки лесные иголочки следующее стихотворение я написал когда ехал в поезде из ульянска в москву и наблюдая за теми видами которые открывались мне за окном я написал такое стихотворение ни разу не был я ребята с границей по иностранным тротуаром не ходил не наслаждался европейскую столицей и на курортах всем известных не тусил ни разу в жизни я не отдыхал у моря и океана я не видел никогда но разве в этом факте повод есть для горя да ладно вам ребята это не беда но все же повод есть чем я могу гордиться я все же побывал в различных уголках страны родной людей я видел лица и слышал речь их на разных языках бывал на севере бывал я и на юге друзьями верными я покорял урал весной в сибири снегом заносили в юге на юге снега я почти не видал как много есть у нас в россии неизвестных туристу русскому волшебных уголков прекрасных гор озер и рек чудесных не описать нам их не подобрать нам слов а скорый поезд нас вперед несет по рельсам луна в ночи украдкой смотрит нам в окно горами русскими озерами и лесом полями буду наслаждаться все равно вот такое стихотворение написал когда ехал на поезде из ульянска в москву вообще очень много произведений был написанной дороге будь то поездка в поезде или поездка на автомобиле или в автобусе часто так бывает что в дороге сочиняются стихи наш город разделен на две части рекой волгой правый левый берег и часто мне доводится путешествовать с одного берега на другой берег и поэтому многие мои стихи были сочинены именно в пути когда я ездил из одной части города другую часть города и сейчас я прочитаю одно стихотворение которое посвящено нашему городу на ветхий покатившийся забор наносит осень свежее творение загадочный затейливый узор и город мой меняет оперение стирает память старые дворы закатном небе тает песня сойки немедленно выходят из игры забытые в вятшие постройки какой уже неисчислимый год листает осень ветхие страницы спешит куда-то пудничный народ пересекая времени границы невозмутимо вдаль бежит река неспешно волги плавное течение в открытой книге новая строка и линии городских пересечения сейчас я прочитаю еще одно стихотворение на осеннюю тему так получилось что очень много стихов моем творчестве связаны именно с осенью это такое время когда мне хочется писать особенно сильно потому что природа в это время необычайно красиво вот и дерево вновь пожелтело что растет у меня во дворе сколько сколько красочных дней пролетело мы с тобой снова здесь в октябре через антимоскитные сетки я смотрю на простуженный двор ветер треплет задумчиво ветки и ведет с ними свой разговор небо хмурое смотрит с укором на скамейках грустят мужики желто-красно-зеленым узором осень тихо легла на виски и в заключение я прочитаю одно стихотворение оно тоже связано с осенью и тоже было написано в октябре так получилось что это особо благодатное время для написания стихов для меня все возвращается и повторяется ты в пальто синим и красный берет мир изменяется глобус вращается но не меняется образ и цвет листьев падения ветра окружения чуть уловимый хмельной аромат благоговение и вдохновение даришь ты мне как и годы назад на этом я бы хотел закончить свое выступление спасибо всем за внимание хочется пожелать всем счастья радости и благополучия спасибо всем за внимание мы благодарим владислава ванюкова за участие в нашей передаче недавно ушедший от нас замечательный ульяновский поэт александр дмитриевич лайков очень хорошо отзывался о стихах молодого автора владислава нюкова и сегодня особенно трепетно было слушать мне стихи посвященной памяти александра лайкова в которых есть строчка и благодарные стихи благодарной стихи благодарность в сердце по отношению к тому кто сделал тебе добро в жизни это очень важны и очень редкое качество стихи владислава ванюкова вы сможете прочитать во втором номере журнал симбирск за 2022 год и желаем молодому литератору вдохновение а вам дорогие друзья добра радости мира здоровья и божьей помощи